На встрече со своим куратором, главой контрразведки ЦРУ Джеймсом Энглтоном, этот информатор неизменно приносил орхидеям. Знал, шеф их обожает. К орхидеям всегда прилагалась информация. Больше и больше. Он заваливал ЦРУ новыми данными. Позже выяснилось, это едва не привело к крушению системы американской разведки. Любимчика Джеймса Энглтона звали Анатолий Голицын. Впрочем, в Штатах его знали по другим именем – Джона Стоуна. Голицын получил его вместе с квартирой на Манхэттене и приличным денежным содержанием в 1961 году. В Америку майор КГБ прилетел из Хельсинки. Там он официально числился атташе советского посольства. Неофициально работал на разведку. В один прекрасный день товарищ Голицын вышел на американского резидента и предложил свои услуги. Видя, что его плохой английский не понимают, протянул бумажку, на которой было единственное слово – убежище. Через несколько часов Голицына вместе с женой и дочерью на машине перевезли через финско-шведскую границу. С собой у них было всего два чемодана. В одном – личные вещи, в другом – папки с документами. В Стокгольме семью посадили на ближайший самолет до Вашингтона. Еще в Хельсинки Анатолий Голицын заявил, что содержимое чемодана предназначается руководству ЦРУ. А по прибытии в США потребовал немедленной встречи с президентом страны или хотя бы шефом американской разведки. Важно понимать, что это была эпоха очень большого психологического напряжения и определенной паранойи. Это все-таки была эпоха до Google Maps, до интернета. И каждая крупица знания об оппоненте, она ценилась буквально на вес золота. И там, не знаю, несколько каких-нибудь спутниковых фотографий из самолета, они могли чуть ли не поменять все расклады стратегические, изменить баланс сил между сторонами. Успешные испытания атомной бомбы в 45-м позволили США вырваться вперед в гонки вооружений. Но уже через 4 года в 49-м Советский Союз восстановил равновесие. В начале 50-х капиталистическому и социалистическому лагерю удавалось соблюдать баланс. Однако запуск Москвой первого искусственного спутника Земли в космос стал для Вашингтона настоящим ударом под дых. Советские люди открыли новую эру, эру освоения космического пространства. И очень характерный эпизод, как раз весны 60-го года, это когда Советский Союз в качестве такого жеста примирительного решил преподнести щенков лайки, которая летала в космос американцам. Американцы вроде как подарок приняли, но в Белый дом этих щенков пускать отказались, потому что атмосфера подозрительности существовала в отношениях. И американцы были практически уверены в том, что в этих несчастных животных встроены какие-то жучки, подслушивающие устройства. И тут какая удача! Офицер КГБ, сотрудник издентуры Финляндии, готов поделиться бесценными сведениями. Так Голицын в первый раз попал в кабинет Кенглтона. Пока без Орхидеи. Зато с папкой, из которой достал список всех советских агентов Финляндии. 54 фамилии. Американцы всегда заинтересованы в получении источника информации из Советского Союза. Будь то уборщица, которая по кабинетам ходит в КГБ, будь то оперативный сотрудник, будь то начальник типа Шевченка, который сбежал в Нью-Йорке. Они всегда заинтересованы. Поэтому то, что Голицын на них упал, как дар божий, это их очень здорово подкрепило. Как только в Москве стало известно о предательстве Анатолия Голицына, резидентурам в разных странах направили секретную шифровку. Заморозить все контакты. На кого работал перебежчик Голицын? В КГБ еще не знали, что перебежчик сдал 54 имени. Зато глава контрразведки Центрального бюро расследований Джеймс Энглтон, которого за глаза называли бешеный пес, ликовал. Однако, говорили ему уже тогда, показалось необычным, что новый источник иногда ведет себя странно, дарит орхидеи и запрещает любые фотографии. Бешеный пес ЦРУ занял свой пост еще в 54-м, и у него были причины не доверять никому из окружающих. Когда-то он дружил с Кимом Филби, британским ученым и тайным агентом КГБ. Двойная жизнь приятеля стала для Энглтона настоящим потрясением. Перебежчик Голицын был его надеждой на реванш. И вот эти две родственные души стали петь в унисон. И фактически, мы говорили уже, финскую резидентуру он сдал. Да, это немало, это большой провал. Вообще наши потом после его предательства стали по всем резидентурам, разослали указания, как снизить возможные варианты гибели людей, которые, так сказать, могли бы пострадать от его предательства. Бывший майор КГБ, в числе прочего, сообщил сведения, которые сейчас звучат фантастически. Он утверждал, что помимо официального комитета государственной безопасности СССР, был еще один тщательно законспирированный. Этот-то КГБ-2 внедрил секретных агентов во все западные спецслужбы, включая СРУ. Анатолий Голицын, ставший Джоном Стоуном, уверял, он один знает, как их вычислить. Это некий врожденный конструкт, который в случае, если еще нарушено развитие личности, проявляется подобным образом. Они очень амбициозные, они очень упрямые, они ригидные. У них часто бывают достаточно наполеоновские планы. А в комплекте к этому, как правило, идет достаточно высокая самооценка. В роли Аташе, да, наверняка такого человека не устроит. И он будет считать, что достоин большего. В так называемом восточном отделе ЦРУ он занимался Советским Союзом и другими странами соцлагеря. Начались проверки, которые окрестили чисткой славян. Сотрудников часами с использованием детектора лжи допрашивали о связях с КГБ. Даже с запроверенными офицерами была установлена постоянная слежка. В квартирах прятали жучки. Женам приходилось фиксировать телефонные разговоры. В итоге десятки сотрудников, попавших под подозрение, были навсегда выставлены за порог ЦРУ без выходного пособия. А новоявленный Джон Стоун потребовал создать под своим руководством особый отдел для выявления шпионов КГБ. И выделить на это 15 миллионов долларов. Энглтон почти согласился. Вся холодная война, она в значительной степени про деньги. Про то, что различные ведомства, правительственные, с той и с другой стороны, они сначала сильно пугают, а потом за это получают определенные ресурсы. И надо сказать, что с американской стороны в такие игры было играть гораздо удобнее, потому что в Америке демократия, свобода слова. И напугать американскую публику, в общем-то, было гораздо проще, как ни странно. Хотя вроде у Советского Союза в руках были все рычаги пропаганды. Несконечные проверки и увольнения практически парализовали работу Восточного отдела Центрального разведывательного управления. До сих пор существует две версии. Кем на самом деле был майор или бывший майор Анатолий Голицын? Возможно, жадность заставляла его выдумывать все новых и новых врагов. Премьер-министр Британии оказался под подозрением. То есть это высочайший уровень доверия. Тогдашний директор ФБР Джон Гувер не раз говорил о главе контрразведки ЦРУ Джеймсу Энглтону. Излишняя подозрительность вреднит работе. Но тот с подачи нового информатора с орхидеями продолжал чистки и увольнения. Тогда-то в кабинетах ЦРУ и возникла версия, что Голицын вовсе не перебежчик, а глубоко законспирированный агент КГБ. Его настоящая задача – ослабить американскую разведку. В сентябре 1959 года советский лидер Никита Хрущев впервые посетил США. В 60-м готовили ответ на визит президента Эйзенхауэра в Москву. Но не случилось. Планы были сорваны 1 мая 1960 года, когда на Урале приземлился американский самолет-разведчик У-2. Пилота Фрэнсиса Пауэрса немедленно доставили на Лубянку. О дружеских переговорах с Америкой речи больше не шло. И он все рассказал, все секреты американские. Ну и, конечно, из-за этого сорвался саммит, из-за этого сорвалось, в общем-то, все вот это потепление. И холодная война, она снова вернулась практически в том же, может быть, даже более серьезном масштабе, что и раньше. И в этом же 60-м году осенью случился вот этот инцидент с ботинком Организации Объединенных Наций. Инцидент с Фрэнсисом Пауэрсом повлиял и на политический расклад внутри Соединенных Штатов. Новым президентом в конце 60-го года избрали молодого и очень энергичного демократа Джона Кеннеди. Никита Сергеевич Хрущев, он рассматривает это как огромный успех, как огромную удачу, что вот этот якобы молодой, неопытный президент, то он быстро станет добычей старых и опытных советских дипломатов и лично Никиты Сергеевича. Еще даже до инаугурации Кеннеди Советский Союз предлагает провести встречу в верхах. Это вообще беспрецедентный случай, когда до инаугурации хотят встретиться. На переговорах с Хрущевым Кеннеди показал себя крепким орешком и отказался идти на любые уступки. Стороны разошлись не просто недовольными друг другом. ЦРУ могли предположить, что теперь в игру вступят разведки. А значит, КГБ понадобится свой засланный казачок в Вашингтоне. И перебежчик – идеальный вариант. Любые операции разрабатывают люди. Это каким же чутьем, каким же предвидением на много-много лет вперед должны обладать офицеры КГБ, которые планировали операцию. Если вот считать, что он засланный. Ну, это, по-моему, не в человеческих силах. К тому времени Анатолий Голицын был сотрудником 1-го отдела КГБ, ответственного за внешнюю разведку. Занимал посредственную должность. Да и звание имел невысокое. Майор, 35, за опломб и высокомерие его недолюбливали. Даже кличку дали – Нарбатый. В роли суперагента такого не представить. Такой план невозможно было заранее продумать и сгенерировать, наверное. Никакому даже самому опытному агенту спецслужб это не пришло бы просто в голову, потому что здесь слишком претенциозные заявления. Под подозрения попадают не простые какие-то агенты кроты, а руководители контрразведки, да, это премьер-министры. То есть первые лица оказываются под подозрением. И при этом он настолько убедителен, что это иногда даже граничит с тем, что хочется на эту тему пошутить. Тем не менее, это Горбатый с очередной орхидеей в руках убеждал бешеного пса Энглтона, что в Штатах не понимают масштаб опасности второго КГБ. Сотрудников ЦРУ он называл тупицами и требовал усилить бдительность. На кого работал перебежчик Голицын? До сих пор существует две версии. Кем на самом деле был майор или бывший майор Анатолий Голицын? По одной он предатель-перебежчик, сдавший 54 разведчиков. По другой тот самый засланный казачок, который, играя на шпиономании Энглтона, разрушал ЦРУ изнутри. В 62-м году Голицын Стоун сделал ход конем. Он заявил, что шпионской сетью к секретному КГБ пронизана не только Америка, но и другие страны НАТО. В первую очередь Великобритания. Бешеный пес немедленно связался с коллегами. Голицын вместе с семьей вылетел на этот раз в Лондон. Изучив тысячу документов, информатор сделал громкое заявление. Это КГБ отравил лидера лейбористской партии Хью Гейтскева. И все для того, чтобы усилить позиции премьер-министра Гарольда Вильсона. С подачи Голицына главу британского правительства обвинили в сотрудничестве с Москвой. Премьер-министр Британии оказался под подозрением. То есть это высочайший уровень доверия. Я думаю, что именно это двигало человеком. И вероятнее всего, он свою идею намеревался осуществить, что вот именно откопать того. Он, может быть, и не знал конкретных персоналей, но поскольку никто не вызывал доверия, он обязательно думал, что кого-нибудь на этом пути он сметет. Доказательств шпионской деятельности Вильсона так и не нашли. Гейтскел, как показала экспертиза, умер от волчанки. Но на проверки ушли месяцы. Голицын к тому моменту уже вернулся в Штаты и потребовал присмотреться к канадской верхушке, а потом и правительству Франции. Президент Кеннеди с подачи главы ЦРУ направил письмо президенту Де Голю. В нем сообщил об утечке данных о военных базах НАТО из Пятой Республики. Вильсон пострадал, британский премьер. Потом Пьер Ильот Трюдо, папа нынешнего Трюдо в Канаде. То же самое, так сказать, вынужден был с американцами рассориться из-за этих скандалов шпионских. Ну и, наконец, до того они допекли нашего бедного дедушку, Шарля Де Голля, что он топнул ногой и сказал, ноги Франции больше не будет в этом НАТО, в поганом. Убийство Джона Кеннеди вызвало новую волну шпиономании, что было на руку Голицыну. Возможно, жадность заставляла его выдумывать все новых и новых врагов. За каждое свое слово требовал солидное вознаграждение и стабильно его получал. В 1964-м ему подарили квартиру на Манхэттене и 200 тысяч долларов. Довольно-таки сложно в ЦРУ сковырнуть какого-то начальника с его поста. Сотрудничество горбатого и бешеного пса продолжалось 10 лет. Такой человек наиболее убедителен для себе подобного. Но есть и еще одна версия, которая может объяснить поведение Голицына. Он был болен. После переезда в Штаты прошел медицинское обследование. Вот цитата из заключения врачей. Параноидальная личность с патологическими проявлениями. Известно, что о результатах обследования сообщили куратору-перебежчика бешеному псу Эн-Локову. Но тот запретил обнародовать данные, полученные от врачей. Такой человек наиболее убедителен для себе подобного. И если он встречается, вот человек с такими параноидными нотками в личности, если он встречает другого человека, который тоже никому не верит, всех подозревает, достаточно амбициозен и хочет вершить свои планы, то они нашли друг друга. И я думаю, что таким человеком руководитель американской контрразведки Энглтон как раз и был. Любопытно. Голицын Стоун плохо говорил по-английски, но отказывался от переводчиков. Утверждал, что каждый в Америке, кто знает русский, потенциальный шпион. 200 тысяч долларов, полученные от ЦРУ, Голицын Стоун моментально проиграл на бирже. Говорили, что он выбегал на улицу и сжигал бумаги, если получал отрицательные цифры. Оставшихся средств хватило на крохотный домик в пригороде Нью-Йорка, где он поселил жену и дочь. Однако шеф американской контрразведки не обращал внимания на странные выходки своего информатора. Сотрудничество горбатого и бешеного пса продолжалось 10 лет. Здесь не нужно уже включать обаяние, харизму или какие-то данные брожденного или обученного манипулятора. Если вот с человеком говоришь на одном языке и транслируешь ему, что все враги, а он и считает, что все враги, что все под подозрением, а он так и думал, то здесь очень легко сойтись во мнении, что надо сотрудничать. В 64-м утверждается, опять с подачи бывшего майора КГБ в ЦРУ сформировали отдел внутренних операций. Выявляли американцев, которые могли попасть под иностранное влияние и были недовольны политикой Белого дома. Энглтон и его соратник Голицын оказались в своей стихии бесконечного поиска шпионов. Довольно-таки сложно в ЦРУ сковырнуть какого-то начальника с его поста. Это нужно, чтобы кругом сменилась власть, сменилась обстановка. Он начинал при работающей, был Кеннеди. После Кеннеди Линдон Джонсон стал. Линдона Джонсона, который временно, так сказать, все это чувствовал себя временщиком, ему тоже не с руки было менять. В 69-м впервые в истории ведомства для слежки за американцами, покинувшими Штаты, использовали базы ЦРУ за рубежом. На кого работал перебежчик Голицын? Операция получила название «Хаос». Под подозрение в негативном или разрушительном влиянии на США попали свыше 300 тысяч американцев, включая верхушку демократической партии. Обнаружив прослушивающее устройство в своей штаб-квартире, там потребовали разбирательства. В 74-м году, в том числе, из-за этого скандала, президент Никсон был вынужден уйти в отставку. Скандал с тотальной слежкой, которую поддерживала администрация Никсона, закончился чисткой в силовых ведомствах. Осенью 73-го года Центральное разведывательное управление возглавил Уильям Колби. Новый руководитель объявил себя диссидентом ЦРУ. Считая ведомство излишне раздутым, он стал автором нескольких законов о контроле над американской разведкой. Уволил ряд сотрудников, в том числе, Джеймса Энгл. Уильям Колби выставил за дверь ЦРУ и Анатолия Голицына Джона Стоуна. Хотя тот и пытался доказать свою необходимость. У человека остались амбиции. И, безусловно, ему нужно было оставаться на вершине пирамиды власти и транслировать с нее все, что он о себе думает. И он реализовался таким образом, написав две книги как некое воплощение тоже своих идей, своих фантазий, своих параноидных предположений в жизнь. После отставки Голицын Стоун снова сменил имя, переехал в американскую глубинку, где и скончался в 2008 году. Перед смертью он настойчиво просил Джону все детали его жизни держать тайне. Так осталось неразгаданным, что стояло на кону, когда он назвал ЦРУ 54 имени советских агентов. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова